Здарова стратегия, сегодня у нас первый взгляд нового дополнения, можно сказать не дополнение, а просто разработчики креатив ассембли набрали 3, либо 4 фракции, не помню сколько они там сделали, в общем эти фракции находятся в большой компании, это у нас большая компания и государство пустыни, вот так вот, да 4, это получается масса силы, также набатея, саба и куш, мы посмотрим наверное каждую, не знаю, начинать прохождение пока что не знаю, стоит не стоит, Давайте начнем сначала с масса силами, погнали! Братьев, берберов в Северной Африке, гетулы разумный народ и честные воины, а гараманты напротив непредсказуемые, весьма себелюбивые, в любом случае племена нужно объединить, миром или мечом! Скорее всего мечом наверное будем объединять, да? Ну что ж, масса силы, ребята, посмотрим, так, новая задача получить власть над следующими поселениями, 3 поселения, это у нас Миглот, Цидам и конечно же Гарама, Гарамантида, помните фракция была раньше? Гарамантида, Гарама Графику улучшили, оптимизацию также улучшили и много чего добавили, естественно, ну давайте посмотрим, что тут у нас проявится! Выбираю фракцию, вы также выбираете фамилию! Спасибо, я прошу прощения, я забыл отключить все эти шняги, боевой интерфейс, настройки игры, совет по компаниям, нет, 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 так, доверение лицо оставим, вот так вот сделаем! Ну что ж, что тут у нас с поселениями, с кем мы граничим, естественно, мы можем посмотреть по дипломатии, это с нами Карфаген, конечно же, Карфагена скоро будет выносить, Рим, скорее всего, Гетулы, с нами тоже граничат и новый Карфаген, который находится северо-западной от нас, так, и еще с этими ребятами, так, ну что ж, Гетулы, Гетулы, родная кровь, родная кровь, так, Гарамантида, Гарамантида, вроде бы, тоже с родной кровь, но они с нами по-вседневности торговать тоже, наверное, захотят, естественно, поэтому наша следующая задача будет взятие Гарамант, Гарамантов, Атванс, улучшаем нашего бойца тоже, и прям сразу же, сразу же отправляем к ним наших бойцов, этого чувака здесь оставляем, мы можем здесь построить, да, здесь у нас деревушка просто, мы из простой деревни ничего не сможем сделать, яма для зерна, вот, единственное, мы можем построить, и все, либо напасть на новый Карфаген, либо попытаться цедам забрать, хорошо, ну, же, это одна из четырех фракций, которые были добавлены в этой игре, я сейчас тогда быстренько посмотрю, посмотрю, что тут мы можем сделать, я не знаю, может, блин, у меня же там-то прохождение еще не закончено, я не хочу за прохождение, но, как бы, начинать, я просто говорю о том, что реально, Ром Total War, который был выпущен еще в 2013 году, они по сей день его как-то там что-то дополняют, либо еще что-то, потому что скоро будет сага Total War, естественно, как вы знаете, да, это вроде бы в конце этого месяца, насколько я помню, что-то там про Англию, про вот это, вот, все, вот, здесь вот, все это дело будет происходить, вот, мое отношение к Warhammer, Total War, вы, наверное, все знаете, как я к этому делу отношусь, поэтому, для меня, конечно, ближе к историческим, какие-то игрой, вот, как-то так, так, 1600 гривен у нас с собой, да, так, 1600 золотых монет, конницу пустыни, наверное, сделаем, вот, сразу сдадим ход, торговать, к сожалению, ни с кем не удастся с нами, нам, вернее, ну, и, собственно говоря, год у нас 271 год до нашей эры, вы знаете, мне вот что-то хочется за Рим потом как-то сыграть, но это, это будет, наверное, скорее всего, играть вне Сирии, так, нарушаем границы, идем, идем, идем сразу их выносить, так, и нашего чувака отправил, о, у них вообще здесь нет никого, прям, как складно, я сказал, да, о, у них нет никого, пустыня, пустыня, жаркая пустыня, какие у нас здесь, кстати, ресурсы есть, я не вижу никаких ресурсов, так, рабы у нас 2, 2 процента, 4, налоги, 10 процентов, естественном, и культура, общественный порядок, коррупция, 0 процентов, коррупции нет, ну, нет, так как у нас нет, в принципе, провинции, да, у нас только деревушка одна маленькая, и все, да, и здесь у нас идет стройка, реально графику лучше, я играю без какой-либо, без каких-либо модификаций, сейчас, по-быстрому, штурманем цедам, и посмотрим еще другие фракции, что тут у нас никого нет вообще, да ладно, мы можем подрывную деятельность сделать, сплочение рабов, налет, давайте сделаем налет, подрывная деятельность удалась нам, прекрасно, как мне это нравится, ребята, так, идеал, авторитет, стоимость, выполнение всех действий, именно здесь процент, шанс, критическую успеху, плюс 5 процентов, сделаем тогда идеал, и посмотрим, что тут у нас, главный командующий, у нас, получается, так, мы политиков нанять, кстати, тоже можем, да, мы их пока что не анимать не будем, так, масса силой, и масс силой, жесткие, ребята, администратор, политический деятель, как-то древо мне здесь не нравится, все-таки в Ватилии древо как-то получше, ему 36 лет, свойства 3-3-3, притязания, плюс 1 уровень амбиции, отражает то, насколько персонаж жаждет власти и славы, тем выше амбиции, тем больше шанс, что авторитет персонажа скажет, влияние, окажет, вернее, влияние на всю его партию, у нас у него однерка, а у этого чувака, тройка, дипломат, а если мы политиков наймем, вот эту вот систему новую, обновленную, я так и не понял, как она вообще, кандидат, масса силы, масса силы, давайте масса силы наймем, вот такого, вот этого чувака наймем, дипломат, политический брак, администратор, заказное убийство, заказное убийство, этого заказать, мы этого можем тоже заказать, и убить его, так как у него реально амбиции хорошие, прям, четкие, а кто у нас, царь, возглавляет этого дела, давайте попытаемся его убить, покушение провалилось, ребятюли, хотя убийцы, смогли нанести жертве, несколько ран, мы его чпукнули, вы посмотрите, мы сможем, взять какой-нибудь, масса силы, масса силы, что самое главное, не перепутать, масса силы, масса силы, собрать армию, слоны, слушайте, у нас уже слоны есть, по умолчанию, мы могли бы его, конечно, поменять, но уже поздно, мы уже почти подошли, ой, сейчас будет что-то с чем-то, сейчас будет война, мы прям сразу войну будем, объявлять, где-то здесь, кстати, было золото, вот в этом континенте, надо будет посмотреть, так, если завершено, поставки, мир заключен, Гетулы, Карфаген, так, переселение, задобрить воинов, знать, вероятность всех политических партий, скорость исследования, общий спорядок всей провинции, давайте общий спорядок, так как у нас общий спорядком, сейчас будут кое-какие проблемки, исследуем другие вещи, и начинаем новую войну, их союзник, у них нет союзников, пошли, а где все их войска, я чуть не пойму, что это такое, так, расстановка войск, в принципе, а, они сделали вылазку, я-то думаю, почему так, все непонятно, смотреть, не знаю, когда это добавили, возможно, добавили позже, возможно, это, в общем, у нас есть, так называемый режим обороны, я не знаю, раньше был, не был, я не помню, что это был, то есть в режиме обороны, все войска уходят в оборону, если они начинают добивать кого-либо, они, они, как бы, не преследуют, убегающих, бойцов, ну, и посмотрим вблизи, как, наши войска, выглядят, ну, это просто настоящая Африка, в основном, все африканские, бойцы, но есть еще и светлокожие, мне нравится в Total War Rome 2, игра какая-то светлая, в Атиле, как-то, знаете, все темно, все как-то мрачно, хотя там тоже спецфекты, довольно очень хорошие, красивая игра, все-таки Total War Rome 2, ну, вот, хотелось бы, конечно, чтобы они чуть-чуть, дипломатию доработали, экономика, в принципе, здесь так себе, конечно, хотелось бы, чтобы они добавили рекрутов, сложность, чтобы была, не в том, чтобы там, например, у тебя минус 50% к общественному порядку, автоматически, потому что ты сложную игру выбрал, а у искусственного интеллекта, да, там плюс 150% вообще-то порядка, также там содержание у тебя плюс 100%, блин, из-за того, что ты легендарку, например, да, а у искусственного интеллекта, минус 50% содержания войск, потому что ты играешь на легендарке, и все, вот она сложность, типа, вот я тащу там, туда-сюда, тащить надо в сетевых битвах, доказывать что-либо, а не против искусственного интеллекта, вот как я вот недавно, в арене Total War, там, чпохнул всех, и взял топ, вот это вот тащит, правильно, правильно, так, ну что ж, ладно, давайте вперед выдвигаемся, мы можем, в принципе, ускорить время, так, ну что, начнем, наверное, сразу с обстрела, застрельщиков, наверное, выберем, Слингарс, сразу под номером 1, этих ребятюль, чуть-чуть вперед, отправляем, конец, конец, конец пустыни, оптимизация, ну, реально, глаза радуют, ребята, залп, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, жёсткие ребятюли, так, вперед продвинулись, как они хорошо нас обстреливает, так, остальных, еще одних, Наши ряды дрогнули Наши ряды дрогнули Ну, это ничего страшного Поехали Так, полководца на Вообще все конницу на вот этих вот застрельщиков Ну, меденц Ну все, они, в принципе, обречены Тут, понятное дело, кто выиграет, ребята Тут, естественно, даже к бабке не ходи, кто выиграет Ой, как они летают, да Вы посмотрите, это просто невероятно Вперед, 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 вперед Ну и полководец, естественно, начинает убегать Это называется изи катка Ой, как бошки летают, да Скоро так, Mountain Black будет выглядеть, ребята Именно так Ну, в принципе Мы теперь знаем, как это делается Мне нравится, кстати, впуск Просто изи катка Ну, естественно, мы захватили новые поселения Мы, кстати, можем уже отремонтируется Это дело, то, что мы разрушили и осталось Гараму забрать Основные войска находятся здесь Ну ладно, это мы теперь знаем, как это выглядит Поэтому давайте сохраним игру Я играю не на легендарном уровне сложности Потому что я хочу вам показать, что почем Дальше смотрим Какие еще есть фракции, которые были добавлены вот Недавно, в 2018 году Осталось на батеи То есть, первое, это получается, масса силы Засадный отряд, шанс на успех при нападении из засады Плюс 50%, как это в пустыне будет производить, если честно, не знаю Так, наскок, количественные выстрелы в минуту Для всей конницы плюс 12% Это у масса силов У набатеи получается Так, стоимость строительства столичных правительств То есть, это у нас про строительство И прибыль от торговых соглашений плюс 15% САПА Наемные армии Стоимость содержания наемников минус 25% Прибыль от торговых соглашений минус 15% Тоже ребятюди торговые Они любят торговать и прочее И, естественно, Куш Это в современной Эфиопии Насколько я помню Или Эфиопия была чуть-чуть южнее Да, южнее, кажется, была Так Дисциплинированные рабочие Сокращение численности рабов 10% все регионы Чем больше рабов, тем большая вероятность То, что они будут восставать и бастовать И жестко будет У них там такие армии жесткие потом формируются И с ними очень будет трудно разобраться Страна луков Урон в дальнем бою у всех лучников плюс 6 10% В общем, каждую мы смотреть не будем Давайте я хочу посмотреть Куш У меня само название Куш нравится, да? Так, древние традиции Скорость исследований минус 77% Исследования у нас здесь, конечно, не так уж сильно будут Зато у нас есть войны пустыни Во войны пустыни Во виду всех отрядов в сражениях в пустыне Плюс 10% Посмотрим В течение многих столетий Куш соперничал Исследований был со своим могущественным соседом Египтом Исследований был со своим Исследований был со своим Исследований был со своим Посмотрим Посмотрим, что тут у нас О, да ладно У нас телочка У нас, ребята, телочка Царица Алхебаскен Ее зовут Алхебаскен Амбиции у нее, конечно, плюс 2 Здесь у нас амбиции плюс 1 В принципе Это очень хорошо Мы ее можем, кстати, замуж выдать Вроде бы как Да Но не сейчас Нанять, нанять Политиков мы не сможем Ну что, сразу, наверное, уходим в расширение Города Города давайте в расширение уйдем Как мне нравится Как тут расширение происходит Дорогие друзья И, наверное, дом разведчика животных Разводчика, вернее, разведчика животных Римас, ты умеешь играть Сразу же уходим, выкатываемся на юг Начинаем Нанимать какие-нибудь Давайте Нубийские копейщики Сделаем Парочку И с вами, агентом, попытаемся Травануть этих ребятен Так Здесь мы ничего построить не можем В принципе Нормально Давайте к тепломате Посмотрим, с кем мы тут граничим Куш Саба Набатея Ну и, конечно же Эфиопия Аксун Да, это у нас провинция Эфиопия Называется Только другие фракции Да Так, с Сабой Саба не хотят, да, с нами отношения? Нет, не хотят Так, Набатея Набатея Тоже так же А не, стоп, подождите Мы разрывать торговое соглашение Не будем с вами А вот до горя нападения Я бы не против с тобой Заключить Египет с нами Торгует Нам бы еще С какой-нибудь фракции Ребят Попытаться торгануть Потому что Нам надо Выполнить То самое поручение От знати Держать одновременно Три торговых соглашения Да Давайте Дадим ход Оу Аксусами На мобиле войну Это очень радует Это очень радует Потому что я рано или поздно Хотел меня поменять в войну Блин, ну это прям невероятно Это прям обалденно А не читать мои мысли Дорогие друзья Скорее всего Не увидели То, что я здесь уже подвел Свои войска Так, диверсия К сожалению Не удалась Но зато Мы увеличиваем Опыт Нашему Дорогому Красавцу Так Соглядатель Хитрость Шанс избежать Воздействия Вражеские Давайте шанс Критический шанс И Пожалуй Я наверное Слонов найму И Некоторую конницу Слушайте А может быть Там засаду какую-то сделать А? Как вы думаете? Здесь конечно Засада не получится Реализовать засаду Может где-то в ущельях Вот здесь Вот наверное Так Засада Я не знаю Получится Не получится Мы прямо у дороги Засаду сделали Посмотрим Может что-то получится Нет Они встали Они встали Ребята Не хотят ничего делать Давайте еще раз Отравление Ооо Невероятно Мы отравили им пищу Пожалуй Пора Вернее Нападать Штурм Штурм Вперед Штурм Вперед Слоны Вперед Да нет Я не думаю Чтобы Была бы хорошая идея Слонов Вперед Отправлять Давайте Под номером 2 Отправим Слоны Назад Чуть-чуть Мы их по-любому Потом распускать Будем Так как Они требуют Огромное Количество Ресурсов Вперед Мы видим Своих Соперников Ускоряем Время А Они тоже Вперед Подходят Нет Они встали Так Слоны Чуть-чуть Да я так Право Левая кнопка мыши Если что Зажимаю То не понял Мы обнаружили Засаду врага Одну конец Отправляем По правому флангу Двоих Отправим По левому флангу И И Так Здесь у нас Получается Одни застрельщики Ребята Наша засада Обнаружена Ну это в принципе Ожидаемо Потому что они обнаружат Нашу засаду Ладно вперед Давайте поехали 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 Пехота Вперед Начинаем Начинаем Потихонечку Кирибуникать Врагов Заходим С этой стороны Нас уже кто-то Обстреливает Поэтому Отправляем Свой пехот Вперед Не стесняемся Никого Заходим Слонами Прям заходим 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 Прям слонами Мы их По-любому Будем распускать Поэтому можно Их не жалеть Не жалеть Ребята Не жалеть Ты че встал Тойота Дебил Пошла Первая Мазута Облорок Ставит Ой Как хорошо Прям как в первую Брачную Ребята Прям как в первую Брачную Хорош 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 Так Че тут у нас Квадрат Естественно Ставим Квадрат 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 Слоны Вперед Вот это Горябаная Жесть Ну а нахер Наши ряды Дрогнули Наши ряды Дрогнули Самое главное Чтобы наши слоны Сильно Так не переживали Наши ряды Дрогнули Кавалерия Вперед Так Эти нас Обталивают Слоны Впали В боевой Раш Ребята Жест Убираем Убираем Конец Убираем Конец Убираем Конец Убираем Конец Слоны Так Быстро Вбали В боевой Раш Это конечно Что-то С чем-то Сейчас Включим Напор И Начнем Их Шатать Слушайте Что Складывается В нашу Пользу Бойцы Бойцы Уходим Наши слоны Нас же Убивают Они давят Наших Пацанов Жест Просто Наших Пацанов Давят Ну Все Они Вроде Успокоились Они Вроде Успокоились Наши Остались Без Снаряжения Жестяк Вот так Из кустов Слоны Как пойдут Ребята Это будет Просто Гребаная Жест Вот так Вас Не Увидишь Все Но В принципе Обновление Прикольно Играть Можно Я даже Считаю Нужно Играть Тем более В Total War Это Невероятная Игра У нее Есть Минус В плане Дипломатии И прочее После Парадоссовских Игр Ты Смотришь На Дипломатию Плюешься Но Зато Здесь Зрелищность Есть Ты можешь Управлять Каждым Отрядом И прочее Прочее Хоть Какая-то Экономика Есть И Все Такое Зря Я слону Убрал То У нас Почти 100 Человек Мы Своих Убили Это Наши Остречки И слоны Это Просто Гребаная Жесть Захватываем На По яйцам Вот так Ну что ж Друзья А вот Такой Короткий Обзор Получился Нового Дополнения У нас Уничтожена Фракция Осталось Только Строить Кстати У нас Здесь Есть Уже Золотые Рудники Появились И это Очень Хорошо Сказывается На Нашу Экономическую Составляющую Доход От Горного Дела Производства Плюс 200 Доход Плюс 55% Все Провинции Все Регионы С вами был Римос Подписывайтесь На канал Играйте В умные Игры Всем удачи